Привет-привет всем моим зрителям! И сегодня, я когда снимаю это прекрасное утро, сегодня я хочу вам показать замечательный рецепт творожных сырных шариков, которые можно брать с собой, брать в дорогу, брать в школу на работу. Они отлично идут с кофе, чай, можно с пивом, какими-то, может быть, более крепкими алкогольными напитками. В общем, я очень часто готовлю это. Это очень вкусно, я вам очень советую. Значит так, для этого рецепта нам понадобится, во-первых, 200 грамм масла. Желательно поставить заранее масло на окошко, чтобы оно размягчилось, или поставить на 3 секунды микроволновку. Это на ваш выбор. Нам понадобится 2 стакана муки, там 1 стакан стоит, 100-150 грамм сыра, я взяла 150, потому что так вкуснее, но это как вы любите. Густой сметаны, какая у вас есть, все, что гуще кефира, все подойдет. Чем гуще, тем лучше, конечно. Оливки примерно 40 штук, может больше. Мы посмотрим, плюс-минус, и 2 яйца. Первым делом мы берем масло, рубим, или уже порубленное масло берем, как я сделала, и добавляем сюда первый стакан муки. Первый стакан муки. И мы немножко его рубим с ножом, вот так вот. Рубим, рубим. Потом можем перейти на ложку. Как только масло доведено примерно вот до такого состояния, когда не очень крупные кусочки, я порубила это с ножом, вот такое состояние масла с мукой. Мы добавляем все остальные ингредиенты, кроме оливок. Начинаем с сметана, столовая ложка сметаны. Желательно, конечно, взять чистую ложку. Столовая ложка сметаны, я немножко это все добавлю. Так, столовая ложка, можно немножко больше. Примерно такое количество. Два яйца. Сейчас будет демонстрация мастер-класса открывания яйца одной рукой. Отлично. Так. Пойдем это в сторонку. Второе яйцо. Ни одного кусочка не упало. Ну, не поверьте. Каргупы. Так, после добавления двух яиц я добавила очень много специй. Я очень люблю в этом рецепте специи. Все, что вы любите, какие специи вы любите, вы можете добавить. Я добавила паприку, черный перец, сухой укроп, сухая петрушка. Все, что угодно. Все, что в блюде, куркума. Все, что угодно. Я стараюсь соль не добавлять. За счет этих специй. Получается намного здоровее. И, честно говоря, намного вкуснее. Вот. И соль замещается еще плюсы другими. То, что вы пьете, то, что вы идите рядом. Настало время засыпать сюда сыр. Вот мы засыпаем. Любой твердый сыр подойдет в этот рецепт. И гауда. Все, что вы любите. Голландский сыр. После того, как мы добавили сыр и все остальные ингредиенты, кроме муки и оливок, мы все это перемешиваем. Отлично, хорошо так. Перемешиваем. И вот яйца, и масло. Вот так. Чтобы все немножко срослось. Хотя бы чуть-чуть. Вот. Так, вот перемешиваем. После того, как я хорошенечко перемешала, еще соединила. У меня что-то получилось вот такая масса. И самое время добавить второй стакан муки. У меня оказалась вторая пачка муки цельнозерновая. Ну, вот. Часть такая, часть такая. В этом рецепте цельнозерновая мука будет только, как говорится, в радость. Потому что рецепт не торта какого-нибудь, там и не мешает специи по цвету. Будет отлично выглядеть и более здоровее будет. Замешиваем тесто. Все размешиваем. На этом этапе я люблю переходить на руки. Вы переходите на мешание теста рукой. Что я делаю? Я просто продавливаю, пока вся мука не впитается в тесто. Мы не получим обнародную массу. Вот, примерно, таким образом. Это так приятно этим заниматься, возиться с этим. После того, как мы замешали тесто. Вот, наше тесто замечательное. Все смешали, вся мука впиталась. Вот, тесто немножко липкое, немножко. Такое, ниже средней липкости. Вот, и как только тесто готово, мы включаем духовку на 180 градусов. И в это время, пока нагреется, мы будем любить наши колобки. Есть рецепты в интернете, вы можете найти. Это называется сырные шарики турецкий каприз. Ну, я просто немножко изменила рецепт. Там требуется 2 яйца и желток, или 3 желтка. Я приветствую безусходное производство. И что потом делать с белками, я обычно не знаю. Безе готовить я не очень у меня получается. И поэтому я просто положила 2 яйца. И я всегда так делаю, и все отлично работает. Вот, и по поводу того, что оливки, в них кладут еще орех миндальный. Я тоже, кстати, думаю, это для меня немножко возня. Я не захотела тоже это делать, но это совершенно ничего не портит. Это очень вкусно получается и без миндаля. Если вы попробуете с миндалем, подпишитесь, расскажите, как у вас получилось. Мне нравится и так. Когда наше тесто готово, и духовка греется, самое время начинать лепить наши шарики. Чтобы это сделать, нам нужно подготовить противень с пергаментной бумагой. Он выглядит вот так. Стандартный противень, какой у вас есть дома, с пергаментной бумагой. Вы его застилайте. Нет никакой надобности, ничем его смазывать маслом, каким-то ничего не прилипнет. Все будет замечательно. Как мы лепим наши шарики? Мы берем кусочек теста на ощупь, на глаз, на ощупь, кому как удобно. Берем, как примерно, расплющенный грецкий орех. Кладем в середину оливку. Вот, кладем в середину оливку. Вот так вот ее окружаем. Берем немножко муки. Берем немножко муки в другую руку. Вот так. И, как бы, обволакиваем наш шарик в муке. И вот, вот он готов. Это наш первый шарик. Такой вот. Мы его кладем на противень. И уголок. И таким же точно образом поступаем со всем остальным тестом. На мой противень, который есть у меня, получается, получается, получается где-то, сейчас, секундочку, подождите. Получается примерно 5 на одной стороне. и 8 на другой стороне. То есть, это примерно 5 на 8 40 шариков. Ну, бывает больше, бывает меньше. Смотрите на глаз. Ну, вот это размер шарика. Естественно, в духовке они расширяются, потому что я использую муку, которая содержит разрыхлитель уже внутри. Если у вас нет такой муки, просто надо добавить немножко разрыхлителя, пол пачки. и все будет отлично. Можно и без него тоже все будет очень. Ну, вот, первый противень готов. Вот столько теста у меня осталось. Довольно прилично. Я буду делать еще один противень. На этом ровно 40 штук. И в таком состоянии они отправляются в духовку. После выпечки я вам обязательно покажу. Наши колобки готовы. Они замечательно получились. Вот, ничего горелого, все замечательно. Кстати, в духовке они должны стоять где-то 20-25 минут. Вот. И тогда они получаются примерно так. Очень вкусные. Очень хорошие. Из-за специй может показаться, что они немножко подгорели. Но на самом деле все отлично получилось. Очень вкусно. Я переложила с противня такую красивую емкость, пиалку. Вот. И в этот раз получилось ровно 49 штучек. Очень вкусных. Я, конечно, не удержалась. Съела уже парочку. Очень вкусно. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Все, приветствуются. Спасибо за просмотр. Пока-пока.